Всем привет! Продолжаем гулять по миру искусства, узнавать что-то новое. Джон Ван Дерлин, американский художник, представитель неоклассицизма. Родился в Кингстоне, это первая столица штата Нью-Йорк. В детстве работал продавцом газет, затем отправился в Филадельфию, где постигал основы живописи в мастерской Гилберда Стюарта, копируя написанные мастером портреты, в том числе один из них Аарона Бьера, ставшего впоследствии третьим вице-президентом США. Бьер обратил внимание на талантливую юношу и в 1796 году отправил Ван Дерлина в Париж, где тот учился в течение пяти лет в мастерской Винсана. Ван Дерлин был первым американцем, который учился живописи во Франции, а не в Англии. Я цитирую Википедию. Через некоторое время вернулся в Соединенные Штаты, поселился в доме своего покровителя Бьера, где написал известный портрет вице-президента и его дочери. Написал два полотна с его изображением Ниагарского водопада, которые были выгравированы и изданы в Лондоне в 1804 году. Был в Париже, посетил Англию. Затем отправился в Рим, где пишет свою картину Гай Марий на развалинах Карфагена, которая была выставлена в Париже и получила золотую медаль Наполеона. Этот успех привел к тому, что художник остался в Париже еще на семь лет, в течение которых он пользовался большой популярностью у публики и критиков. В 1812-м живописец продемонстрировал в Нью-Йорке свою картину Ариадна на острове Наксос. Это академическое изображение обнаженной натуры было сочтено в США непристойным. Чтобы выжить, художник был вынужден обратиться к более коммерческому виду искусства – панорамам, специально построенному в Нью-Йоркном здании, где создал панораму Парижа, Афин, Мехико, Версале. В 1815-м окончательно возвращается в США, где писал портреты различных выдающихся людей государства, в том числе Джорджа Вашингтона, для Палаты представителей США. Джинсона Монроу, Джона Кэлхуна, первого избранного губернатора Нью-Йорка, Джорджа Клинтона, ну и так далее. Однако ни его портреты, ни панорама не принесли ему финансового успеха, отчасти потому, что он работал очень медленно. В 1842-м году он получил заказ с Конгресса написать картину о высадке Колумба на землю Америки. Это полотно было позже воспроизведено в виде гравюры и использовано на почтовой двухцентровой марке образца 1893-го года. Умер у бедности в Кингстоне, Нью-Йорк в 1852-м году. Вот все, что мне удалось найти о Джоне Вандерлине, американском художнике, представителе неоклассицизма. Пока-пока, смотрим картины. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok